МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности далее. 10 сентября прошлого года в Сарове открылся Центр выдачи средств реабилитации для инвалидов. Получать необходимые для жизни человека с ограниченными возможностями здоровья вещи должно было стать проще. Однако машины ТСР по-прежнему приезжают не дольше, чем на три часа, а оставлять их в центре отказываются. Проблема не тупиковая, и сейчас идет работа над ее решением. Будем пытаться договариваться, как-то вести диалог, чтобы на самом деле это не с 8 утра до 11 длилась выдача, а как-то это оставлялось. Потому что я надеюсь и на поддержку, вот думать. Единственная вот опять же проблема – материальная ответственность за эти средства. Возможный вариант решения в сложившейся ситуации поручительства дополнил председатель общественной организации Всероссийское общество инвалидов Валерий Семиков. Еще один вопрос, волнующий инвалидов и их опекунов в Сарове – отсутствие льгот на междугородние перевозки. По закону, эта категория граждан имеет право на компенсацию 50% стоимости четырех поездок в год. Но так как у перевозчиков в нашем городе статус заказных перевозок, инвалиды и их опекуны этих льгот лишаются. Решить эту проблему могло бы возобновление муниципального маршрута Саров-Нижний Новгород. Хоть это и непростая задача, работа над ее решением, по словам Антона Ульянова, идет активно. Мы договорились с представителями регионального фонда социального страхования, что они со своей стороны посмотрят, можно ли в нормативной базе расширить с точки зрения применения льгот, льготу не только на маршрутные транспортные средства, но и на заказные. Еще один злободневный вопрос касался социального вида транспорта, приспособленного для перевозок инвалидов. Городу не хватало именно автобуса, поскольку инвалидное кресло в такси не поместится. Недавно Центру социального обслуживания предоставили автобус для транспортировки маломобильных групп граждан. В ближайшее время он будет в Сарове. Час вызова этого автобуса будет стоить от 70 до 180 рублей. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Саровские инициативы в рамках регионального проекта «Вам решать» были направлены на благоустройство дворовых территорий, замену дорожного покрытия и обновление уличного освещения. В 2021 году из 16 проектов города конкурсный отбор прошли 10. Остальные 6 проектов набрали недостаточно голосов на онлайн-голосовании – менее 300. Один из самых крупных проектов, который реализуют в городе – благоустройство территории молодежного центра. Он второй раз уже участвует в конкурсном отборе. Первый раз не получилось, вот второй раз удачно. Это устройство спортивной площадки на территории молодежного центра на улице Куйбышева. Устройство тренажеров, турников, покрытий. Достаточно дорогой, хороший проект. Дворовая территория в районе домов проспекта Ленина 33, 35 и 31 по улице Александровича сейчас выглядит пустой и безжизненной. И ребятам разного возраста нечем здесь себя занять. Победы инициативной группы граждан в проекте «Вам решать» теперь позволят установить во дворе песочницы и качели, мафы и горки, а также зоны с теннисным столом и воркаутом. Очень радостно за проект «Квартала 22». Это дома проспект Ленина 33, 35 и Александровича 31. Очень так работала хорошо инициативная группа. Прям радостно за людей. Там будет благоустройство дворовой территории. То есть игровые площадки, спортивные площадки с покрытиями, подходами к ним. Список всех инициативных проектов, которые прошли конкурсный отбор, можно посмотреть на сайте Министерства внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области в разделе «Проект инициативного бюджетирования вам решать». Всего на все саровские инициативы направят порядка 25 миллионов рублей. Реализация проектов начнется в весенне-летний период, а закончатся работы должны до конца октября 2022 года. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. «Пять миллиардов рублей на лекарства выделят регионам дополнительно. Часть препаратов закупят централизованно, направят на это еще 15 миллиардов», сообщил Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, серьезная нагрузка в период распространения штамма «Омикрон» ляжет именно на амбулаторную сеть. А потому важно подготовить первичное звено, оценить уже имеющиеся мощности, медицинские кадры, наличие лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты. «Нужно увеличить объемы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-системы, исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего. Ну и также повысить поставки в регионы экспресс-тестов. Для этого выделим средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечения экспресс-тестами в первом полугодии текущего года». «Одновременно надо усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей», – добавил премьер-министр. Выросло число обращений на горячей линии. Кабмин выделит не менее 300 миллионов рублей ежемесячно, чтобы привлечь дополнительных операторов в колл-центры из числа студентов-медиков. Регионы получат 700 миллионов рублей на увеличение мощности АТС. «Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удалённый режим». Реализация плана ДОП-мероприятий по борьбе с распространением ковида – большая и ответственная задача, пояснил Михаил Мишустин. Поддерживать постоянное взаимодействие с регионами, по его мнению, поможет рабочая группа. Она будет в круглосуточном режиме на связи с субъектами РФ и всеми заинтересованными органами и организациями. Курировать её поручили Татьяне Голиковой. «Ещё один важный аспект плана, как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до 7 дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России». В заседании Президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В области приняты дополнительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по региону разработало алгоритм дополнительных первичных противоэпидемических мероприятий в отношении лиц, прибывающих из неблагополучных стран по заболеваемости новым геновариантом коронавируса. Сейчас мы видим определённый подъём заболеваемости, но на работе системы здравоохранения это пока не слишком сказалось. Подготовительные мероприятия уже проведены. Мы готовы развернуть около 10 тысяч койок для оказания помощи больным коронавирусам. Сейчас уже задействованы 3554 койки. Из них более 2000 обеспечены кислородом. Работает 550 ИВЛ. При этом у нас сохраняется высокий резерв коечного фонда. На сегодня около 28%. Много больных получает помощь амбулаторно. Глава региона добавил, что в Нижегородской области продолжается вакцинация граждан. Подготовлено 164 вакцинальных центра в 81 медицинской организации. Сформировано 33 мобильные бригады. На текущий момент против COVID-19 привито более 1 миллиона 750 тысяч человек. Проект решения единой наградной политики Сарова депутаты обсуждали на заседании профильного комитета в прошлом году. Напомним, в городе планировали ввести поэтапную систему награждений. Движение вверх по ней будет происходить по принципу наградной лестницы. Начинается она с двух базовых наград – благодарственного письма городской думы и почетного диплома администрации. Переходим к следующему этапу. Там почетная грамота, физические и юридические лица по решению городской думы по согласованию с главой. То есть здесь уже более сложная процедура получения данной награды. И также заслуженный ветеран города Сарова. Это, соответственно, физические лица по решению думы и с согласованием главой города. Для того, чтобы получить эти награды, физ и юрлица должны быть уже отмечены благодарственным письмом или почетным дипломом. Во главе новой системы стоит звание «Почетный гражданин». На это звание также могут претендовать физические лица, которые удостаивались государственных наград. Это решение приняла рабочая группа. Кардинально по итогам рабочей группы схема не претерпела изменений. Непосредственно по самим наградам были внесены определенные изменения. Так вот, скажем, по почетному штандарту главы города администрации был предложен порядок награждения данным штандартом на конкурсной основе. То есть, по итогам проведенного администрации конкурса. Почетным штандартом будут награждать юридических лиц. Его планируют сделать переходящим, а значит, нового обладателя штандарта на конкурсной основе будут выбирать ежегодно. Эта награда находится вне иерархии, как и благодарственное письмо депутата. Каждый народный избранник получит 10 бланков писем за счет бюджета. Дополнительные бланки народные избранники смогут печатать уже за свой счет. Особого внимания заслуживает то, как отражено в новом положении присвоение звания «Заслуженный ветеран Царова». Порядок будет следующий. Изначально ходатайство о награждении от любых ветеранских организаций будут подаваться в адрес главы города. Глава города создает координационный совет при главе города. И сейчас работа над документом, который будет регламентировать работу этого координационного совета, ведется в администрации. На основе рекомендаций этого совета глава будет ежегодно предлагать не более пяти кандидатур на рассмотрение городской думы. В начале делегация научно-клинического центра посетила детскую поликлинику на Курчатова. Посмотрели отделение профилактики, центр детского здоровья. Затем приглашенные специалисты отправились во вторую поликлинику, поговорили с врачами. Ирина Макарова и Игорь Лошманов рассказали об основных направлениях работы и планах на будущее. Мы посмотрели сегодня с вами детскую поликлинику. Сейчас мы побывали в цеховой поликлинике. И я повторяю, что здесь уже те направления, те задачи, которые перед нами ставят агенции, они уже реализованы в очень высоком уровне. Поэтому Северск просто их возьмет за основу, еще может направить потом своих коллег для более детального изучения вопросов и внедрит у себя. Визит представителей Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России в наш город это первый небольшой, но очень значимый шаг в реализации пилотного проекта. Его цель – выстроить взаимодействие между центрами и зато по одним лекалам, которые впоследствии смогут перенять подведомственные учреждения закрытых городов присутствия Росатом. В каждом лечебном учреждении проблемы, в принципе, как и все в медицине, свои. Но каждое медицинское учреждение находит выходы из сложившихся ситуаций по-разному. Поэтому посмотреть опыт других лечебных учреждений, чему-то поучиться, со своей стороны поучить другие лечебные учреждения, это всегда хорошо. И вот по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства гости к нам приехали, посмотрели. Завершили насыщенный день подведением итогов в управлении КБ-50. В ближайшее время Саровская делегация отправится в Северск с ответным визитом. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В ночь с 18 на 19 января было далеко до трескучих крещенских морозов. На улице стояла температура около минус 3 градусов. Непривычное тепло для праздника Крещения Господня. Поэтому и желающих окунуться в Иордань было больше, чем в прошлом году. За 45 минут искупаться пришли около 40 человек, среди которых преимущество было за мужчинами. Мне очень понравилось. Первый раз купался. В общем, все замечательно. Водичка теплая. Всем рекомендую. Здравствуйте. Отлично. Шикарно. Я просто по второму кругу. У меня надо срочно одеться. У меня ощущения просто классные. Ой, хорошо. Прямо замечательно. Первый раз? Нет. Уже разов в 10. На пруду Боровом и Иордань оборудовали всем необходимым. На подходе к купели сделали специальные настилы, лесничные ступеньки и перила. Сотрудники МЧС определили безопасную глубину для купания – полтора метра. Спасательная бригада все время дежурила около проруби. А для хорошего освещения работала пожарная машина. Здесь сотрудники УВД. Правопорядок. Пожарное освещение обеспечивают. Сотрудники полиции ГИБДД. А юрку тоже. ДЭП предоставил автобусы для переодевания. Крещенские купания на пруду Боровом проходили в ночь с 18 на 19 января с 22 до 3 часов ночи. В связи с ковидными ограничениями в автобусы для переодевания пускали по несколько человек. Хотя в холодную воду заходили новички, мероприятие прошло без несчастных случаев. Крещение Господне – один из 12 главных христианских праздников, которые еще называют Богоявлением. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос крестился в водах Иордана. По народной традиции на крещение во льду вырубают прорубь в виде креста, который называется Иорданью. А перед массовым купанием воду в ней освещают. Вам забавна еда, да-да-да, не вступитесь, поделитесь, будет счастье вам тогда. Одна из самых ярких площадок, которая открыла День фольклора в Пушкинке – святочные калятки. Сначала ребята познакомились с особенностями святочной недели, традициями, которые зародились на Руси. А затем отправились калядовать. Юные гости библиотеки заглянули в каждый отдел, пели калятки, поздравляли сотрудников с праздником и, конечно же, получили сладкие угощения. Сегодня мы приходили туда, и нам там на телевизоре много всего показывали, песенки, мы там играли, много всего делали. Еще мы танец выучили, калятку повторяли. В каждом отделе библиотеки для маленьких гостей организовали зоны, которые раскрывают все богатства русской культуры. На фольклорных посиделках «Читаем и рисуем» ребята познакомились с бытом русской избы, узнали, как и для чего нужна была печь. Строение из бревен с треугольной крышей, покрытое соломой, пробовали нарисовать, раскрасить, а также собрать из кубиков. Эта секция не оставила равнодушными как малышей, так и взрослых. Деткам показали, как раньше в русской печке готовили пищу. Чегунок им был предоставлен, ухват, они его брали в ручки, чегунок подхватывали и устанавливали его в печку. Также детям показали, как раньше пряли пряжу. С веретеном они познакомились, ниточку пробовали наматывать на веретено. Праздник получился очень удачный и интересный. Еще одна интересная площадка познакомила ребят с русской матрешкой. Секцию организовали не случайно. В этом году сто лет отмечает семеновская матрешка. Малышам показали, как можно играть с ней, развивать мелкую моторику, память и воображение. Расписным куколкам, к примеру, повязывали платочки, что оказалось непростой задачей. Позднее для ребят провели мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки «Рождественский ангел». Смотрите, какая трогательная куколка. В ней столько нежности, чистоты, искренности. И именно с этими эмоциями этих куколок делали раньше мамы для своих деток или бабушки. А детки постарше уже делали их сами для себя, для того, чтобы защитить от всего плохого, что может встретиться на их пути. Для того, чтобы этот ангелочек принес здоровье, счастье, благополучие. И, конечно же, это не просто ангелочек, это ангел-хранитель. В Пушкинке появилась новая добрая традиция – семейные субботы. День фольклора получился настоящим праздником. Малыши приходили в уже ставшие родными стены с мамами, папами, бабушками. Этим мероприятием Пушкинка также открыла год культурного наследия народов России. В небольшом библиотечном зале искусств воскресный вечер собрались родители и дети, школьники и студенты, преподаватели школ. Все они пришли не только для того, чтобы послушать или сыграть красивую музыку. Их объединил православный праздник святки. Приблизительно с 2011 года каждый год на святке в нашем зале проходят вот такие музыкальные вечера. Они имеют свои темы. Были вечера, посвященные опере, оперете. Были вечера, посвященные советской песне, музыке экрана. Тема музыкального вечера библиотеки имени Маяковского в этом году – «Зима, дару и вдохновение». Преподаватели музыкальной школы имени Балакирева и детской школы искусств исполняли произведения, посвященные русской зиме, быту, январским праздникам. Андрей Стрельцов, студент Петербургской консерватории, выступил на вечере с романцем Сергея Рахманинова. После концерта исполнитель рассказал о своем личном отношении к классической музыке. Она помогает выразить то, что сидит внутри тебя. Возможно, кому-то не показываешь, а вот на сцене покажешь. Музыкальный вечер «Зима, дару и вдохновение» согрел сердца соровчан в такое холодное время года. Это полный чепуха, вы же понимаете. Красный королев покачал головой. Можно называть это и так. Английский писатель Льюис Кэррол прославился не только своими историями о девочке Алисе. Он остался в истории как математик, философ, логик, фотограф и даже священнослужитель. Самыми известными произведениями Льюиса Кэррола стали «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье». Многослойные тексты с тонким юмором и иронией, забавные ситуации и диалоги, написанные 150 лет назад, до сих пор интересны и для современных ребят. «Алису в стране чудес». Он написал в 1864 году. Представляете, почти 150 лет назад. И до сих пор эту книжку дети читают, мультики смотрят, кино знают, персонажи помнят. В этом году, 27 января, исполнится 190 лет со дня рождения Льюиса Кэррола. В связи с этим для проекта «Читаем вслух», который проходит во Дворце детского творчества, выбрали наименее известное его произведение «Алиса в зазеркалье». И этот волшебный мир в зазеркалье открыли для себя восьмиклассники школ города. Ребята выразительно и артистично прочитали первые главы книги. На мероприятии было много школьников, которые участвуют в проекте в первый раз. Я пришел в первый раз. Мне стало интересно, что и как тут происходит. Было действительно интересно. В этот раз выбрали очень хорошее произведение. Я думаю, что я даже прочитаю его самостоятельно. Было интересно слушать ребят, которые читали. И было интересно читать самого. Волнение было перед прочтением. Потом я его уже не чувствовал. Я считаю, что этот проект привлекает внимание молодежи к литературному чтению. В следующем месяце в рамках проекта «Читаем вслух» пройдут две встречи. 15 февраля на чтение впервые пригласят воспитанников детских садов и учеников первых классов. Для них готовят отрывки из книг Чуковского. А 18 февраля мамы, бабушки, дочки и внучки почитают рассказы про пап и дедушек. Идея проекта ШВП «Школа-вузпредприятие» принадлежит методисту Дворца детского творчества Светлане Михайловой Листре. Инициативу поддержали представители РФАЦ МНИЕВ и Департамент образования. ШВП дает возможность школьникам соприкоснуться с миром точных наук и технического профиля. В этом им помогают студенты и кураторы Саровского физико-технического института. Учащиеся седьмых-восьмых классов в школе номер 17 стали первопроходцами пилотного проекта. Мы покажем, что из себя представляет Саровский физико-технический институт, насколько это возможно для школьника. Увидим его интересы, если это необходимо. Дадим ему соответствующие возможности проявить свои инженерные навыки. И, соответственно, заинтересовать по возможности стать нашим студентом в будущем. И потом дальше по траектории сотрудников Федерального язерного центра. Для школьников разработали несколько образовательных треков инженерной направленности. Электроника, математическое моделирование, прочностные характеристики материалов, лазерная физика. А самое первое занятие было посвящено такому интересному и перспективному направлению, как робототехника. Ребята смогли познакомиться с самыми базовыми знаниями и навыками в этой области. Ребята участвовали в практикуме по сборке простейшего самодвижущегося механизма на базе микроконтроллера Ардуина. Им удалось собрать этого робота, посмотреть, как работает его программная среда, и изучить простейшие микроэлементы, которые используются в его конструкции. Учащиеся школы собирали простого робота, который по программе может перемещаться в пространстве. Под руководством студентов-наставников института школьники разбирались с макетными платами, транзисторами и резисторами, учились крепить детали. Также на образовательных стендах ребята смогли ознакомиться с различными техническими датчиками и элементами, с несколькими видами микроконтроллеров. А с помощью компьютера учащимся продемонстрировали среду разработки для этих микросхем. Впечатление очень положительное, мне очень все нравится. Особенно я запомнилась, как мы строили этого робота. Мне вот прям все это очень интересно. Как мы его конструировали, как провода все подсоединяли. Очень это нравится. Да, ее было очень сложно собирать, так как, во-первых, сначала я не понял, как подключать каждый пород, к чему. Но потом мне помогли, я уже понял, вот в итоге оно работает. Цель проекта «Школа-вуз-предприятие» – показать ребятам, чем им в последующем предстоит заниматься в технических вузах, а потом, возможно, и на предприятиях «Рфятсвнеев». А для студентов института это отличная возможность попробовать себя в роли наставников и преподавателей. Волшебная история о приключениях школьников в сказочном мире стала темой зимней сказки международного творческого проекта «Нуклеаркитс». В этом мероприятии принимают участие дети сотрудников предприятий атомной отрасли России и зарубежных партнеров госкорпорации «Росатом». Я езжу на зимнюю сказку с 2017 года, поэтому меня там уже все знают. Кастинг мы не проходим, он проходится летом, и поэтому в зимней сказке могут участвовать люди, которые только бывали на летнем проекте. Анжелы Дорониной и Климент Берховец, выпускники детской школы искусств, стали участниками сказочного мюзикла. Спектакль поставили на базе учебного центра «Сириус» в городе Сочи. После выступлений в лагере ребята отправились в Москву, где их ждали гости из госкорпорации «Росатом». Мы ставили мюзикл буквально неделю, что-то вот прям около недели, а потом четыре дня, по три спектакля в день показывали их в «Сириусе» и аналогичным же образом в Москве. О чем же была зимняя сказка? Девочка и мальчик, учащийся шестого класса, попадают в магическое измерение. Там они встречаются с Леонардо да Винчи, Николой Тесла и другими учеными. Все участники мюзикла погрузились в эту волшебную обстановку. Не знаю, с чем его сравнить, но там хочется побывать подольше. Просто одновременно с работой иногда не остается времени пообщаться. Особенно сейчас, когда нам нужно за кратчайшие просто сроки поставить спектакль. Времени, конечно, уже нет. В творческих проектах ребята участвуют не только для саморазвития, но и для получения новых знакомств и положительных эмоций. Максим Тарасов пришел в секцию борьбы с 10-летним мальчиком. Спортивная школа ИКАР стала для мастера спорта СССР подзюдо первой стартовой площадкой в большой мир спорта. Когда-то Максим Владимирович сам занимался в этом зале, а теперь тренирует здесь же подрастающее поколение. Его бессменным наставником был Виталий Карлович Михайлов, заслуженный тренер России, который воспитал не одно поколение чемпионов. И в спортивной школе ИКАР Максим Тарасов хочет продолжать традиции своего тренера. Виталий Карлович встречал нас на каждой тренировке с новыми заданиями, с новой энергией, с новыми идеями. В общем-то занятия, ну в двух-трех словах на самом деле это описать невозможно, потому что я начал заниматься в 10 лет, а закончил в 30. То есть практически 20 лет Виталий Карлович был моим бессменным тренером. И огромный багаж знаний как житейских, так и спортивных, конечно, от него нам достался. Став 17 лет мастером спорта СССР, Максим Тарасов стал мечтать о продолжении карьеры в борьбе дзюдо. Но потом спортсмен все-таки ушел в смешанное единоборство и в 1995 году участвовал в самом первом в России турнире по этому виду спорта. Также Максим Тарасов два года практиковал джиу-джитсу – японское боевое искусство. Хотя у чемпиона и небольшая тренерская практика, но он уже преподавал у юношей, взрослых спортсменов, офицеров и курсантов, участвовал в организации различных спортивных мероприятий. Я все-таки надеюсь, что мой профессиональный опыт и опыт преподавания, тот опыт, который все-таки у меня был, даже после окончания спортивной карьеры, мне позволит помочь нашему тренерскому составу в достижении более высоких результатов. Цель, конечно же, заниматься с ребятами, чтобы в городе узнали, что у нас есть новый тренер, что есть новые идеи, чтобы люди приходили, занимались. В должность тренера по самбо спортивной школы «Икар» Максим Тарасов вступил с 10 января. Желаем новому тренеру профессиональных успехов, высоких спортивных достижений и красивых побед. О себе и своих планах Максим Тарасов рассказал нам в передаче «Актуальное интервью». Смотрите новый выпуск в среду в 19.45. Ежедневно во Дворце детского творчества проходят уроки объединения шашки. На первом этаже, в седьмом кабинете, собираются ребята одной возрастной группы. Что-то усердно изучают, разбирают и много играют. Однако шашки не такой простой вид спорта, как может показаться на первый взгляд. Шашки всегда был очень актуальным видом спорта. Это спорт, интеллектуальный вид спорта, развивающий умственные способности, развивающий логику у детей. Способность правильно мыслить в правильном направлении. Способность анализировать свои действия и развитие событий. В зимние каникулы в Нижнем Новгороде состоялось первенство области по русским шашкам среди юношей и девушек. Воспитанники объединения шашки приняли участие в этом состязании. Тимур Стегунов, призер первенства Нижегородской области, рассказал нам о том, как прошли их соревнования. Я играл с нижегородцами, Суслинков, Гриша Розенберг. Много еще кого-то было. Мы играли долго, три дня. Михаил Коваленко успешно выступил на этих соревнованиях. Стал чемпионом Нижегородской области. Юноша – кандидат в мастера спорта. Если я, допустим, играю с более сильным игроком, то, конечно, я немного волнуюсь. Когда с уровнем Нижегородской области, то практически не волнуюсь. Волноваться вредно. Делаешь тупые ошибки. Алиса Рубцова в 9 лет играет в старшей группе и не уступает своим соперникам. На первенстве области спортсменка стала призером. Я поеду на первенство России и хочу там занять три первых места. Потом поеду в Турцию на мировые соревнования. И еще я до лета хочу успеть съездить в Сочи на первенство России. Небольшая удача, талант и огромный труд помогают детям добиваться высоких целей в таком виде спорта, как шашки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова